Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о большом друге, разумеется, в кавычках, о большом друге России, американо-польско-еврейском аналитике Збигневе Бжезинском. Я несколько недель назад обещал, что мы обязательно поговорим о нём, о его последней книге, вообще о его работах, ну и самое главное о том, какие события определили тот кульбит, который сделал Бжезинский в своей последней книге «Стратегическое видение», которое вышло буквально два месяца назад. Но сначала несколько слов о самом Бжезинском. Он родился в 1928 году в высокопоставленной польской семье. Родовое владение этой семьи находится в нескольких десятках километров от Аушвица, он же Освенцим. И мне представляется, что это очень символично, потому что то, что делали немцы в Освенциме, отчасти напоминают те планы, которые вынашивала трёхсторонняя комиссия и римский клуб, где очень активен был Бжезинский, вынашивала и вынашивает для большей части человечества. То есть это сокращение населения планеты, но только не в такой брутальной форме, как это делали немцы, а в такой более бархатной форме. То есть вот такое очень интересное историческое совпадение. Родившись в Европе, Бжезинский оказался в Америке и начал делать там карьеру. Польские, американские поляки, с которыми я говорил, о которых к Бжезинскому очень неплохо относятся, тем не менее заметили, что попав в Америку, Бжезинский начал педалировать еврейскую составляющую, своего прошлого, своей семьи, своего происхождения, и это в какой-то степени помогло ему сделать карьеру. Но, разумеется, конечно, не только это. Во-первых, способности. Во-вторых, Бжезинский очень рано понял, на кого нужно поставить. Он поставил на те структуры и на тех людей, которые были связаны с Рокфеллерами. Ну и, конечно, очень большую роль сыграл его пещерный, даже не антикоммунизм, а антирусизм. Когда уже Советский Союз распался, и один из журналистов задал вопрос Бжезинскому, вот расскажите, как вы боролись против коммунизма, Бжезинский сказал, что не надо морочить себе и другим голову, сказал он. Запад боролся не против коммунизма, он боролся против России, как бы она ни называлась. Иными словами, Бжезинский – это такой традиционный враг России, и не случайно американский экономист Галбрейд сказал, что любимое хобби Бжезинского – это вредить России. И вдруг последняя книга Бжезинского – полный поворот вспять от прежних антирусских, антироссийских тенденций, и Бжезинский заговорил совершенно другим языком. Теперь он говорит о том, что нужен союз США, Турции, России. Он говорит о том, что будущее Запада зависит от того, насколько Запад сумеет интегрировать в себя Россию. Мне это напоминает фразу о вакууме, она прозвучит немного, так сказать, жестко, но тем не менее она очень проясняет эту, иллюстрирует хорошо эту ситуацию. А вакуум по поводу таких ситуаций говорил, и что вчера был блядин сын, а то первый батюшка. Это почему же мы стали, мы, Россия, стали теперь батюшкой для Бжезинского? Бжезинского, как изменилась его тональность и отношение к России. Но опять же, мы об этом скажем чуть позже, а теперь вот некоторые вехи его, по которым очень видно, как этот человек не любил, да и не любит до сих пор Россию. Просто нужда заставила, приперла, что называется. В середине 50-х годов Бжезинский вместе с Карлом Фридрихом делает очень важный ход в концептуальном оформлении Холодной войны. Он отождествляет советский строй, сталинизм с нацизмом, с гитлеризмом, и все это подает под шапкой тоталитаризма. Это был серьезный отход от принятой на Западе трактовки тоталитаризма. Еще в 1939 году замечательный американский исследователь профессор Хейс в своей знаменитой лекции объяснил, что тоталитаризм это феномен рыночной экономики, феномен буржуазной цивилизации, и за ее пределами он не работает. Поэтому к феномену тоталитаризма Хейс отнес только Италию Муссолини и Третий Рейх Гитлера. Но ни в коем случае не Сталинский Советский Союз, который, по его мнению, представлял нечто иное, чем тоталитаризм. И вот в середине 50-х годов Бжезинский делает тот ход, он был первопроходцем в этом отношении вместе с Карлом Фридрихом, который подхватили потом рыцари Холодной войны, потом этот ход подхватили наши шестидесятники, потом его подхватила перестроечная шпана, ну а затем в постперестроечный, уже, так сказать, в постсоветский период вот этим якобы научным сравнением сталинизма и гитлеризма и их объединения под шапкой тоталитаризма стали грешить наши либеральные исследователи. Это вот был такой первый его концептуальный ход. Затем Бжезинский пишет несколько работ о роли Америки в новой эре, где он выступает просто как певец Америки, и иногда создается такое впечатление, что Америку больше всего Бжезинский любит за то, что она анти-Россия. Ну и кроме деятельности научной, Бжезинский очень активно занимается практической деятельностью. Это вообще характерная черта западной элиты – циркуляция в разных сферах деятельности. Человек работает в науке, он профессор, скажем, Гарвардского университета, затем он перебирается в какую-то юридическую фирму, где он вице-президент или консультант, затем его зовут в правительство, затем он возвращается, или в спецслужбы, например, а затем он возвращается в университетскую среду. И ясно совершенно, что работа в таких разных сферах очень обогащает и социальным опытом, и интеллектуальным, и создают связи. И в этом очень большой плюс, большая сила западной элиты – вот такая полифункциональность. Они могут играть на разных площадках. Это то, чему не грех бы поучиться. В частности, тот же Бжезинский играл очень большую роль в создании и римского клуба, и трехсторонней комиссии, за которой стояли Рокфеллеры, его хозяева и наниматели. И он играл очень большую роль на последних стадиях Холодной войны против Советского Союза, разрабатывая различные практические действия против Советского Союза. В частности, он был одним из разработчиков идеи заманить Советский Союз в Афганистан. Правда, Бжезинский приписывает эту роль целиком и полностью себе. Это не совсем верно. Одним из первых эту идею высказал британский, настоящий профессиональный востоковед и разведчик Льюис. Очень сильный востоковед и, видимо, сильный разведчик. Но Бжезинский действительно в этом поучаствовал. И он признал это откровенно уже в конце 90-х годов. Когда журналист из французского журнала «Новель Обзерватор» спросил его, не сожалеет ли он о том, что так погибло много афганцев во время афганской войны, Бжезинский ответил, о чем жалеть? Тайная операция была блестящей идеей. В результате ее реализации мы затащили русских в афганскую ловушку. А вы еще хотите, чтобы я сожалел об этом? И дальше он добавил, что важнее для мира? Один-два мусульманских фанатика или выдавливание СССР из Центральной Европы, прекращение существования СССР и окончание Холодной войны? Яснее не скажешь. Очень четкая позиция. В 1997 году Бжезинский публикует очень известную свою работу «Большая шахматная доска о мировой политике», где он выступает сверхоптимистом американского будущего. В этой работе он пишет, что еще по крайней мере 30 лет американцы будут господствовать в мире. Такая очень-очень оптимистичная работа. Ну, Россия в этой работе он предвлекает банкротство и распад. Вообще так очень пренебрежительно пишет о России. Явно чувствуется вот это вот настроение счастья, что развалилась эта империя, Советский Союз, а Россия – это никакая незамена Советскому Союзу, и рано или поздно дни ее будут сочтены. В 2003 году Бжезинский пишет новую книгу «Выбор». И там уже начинают звучать совсем другие нотки. И эта книга очень интересна. Она показывает, чего больше всего боится американский эстеблишмент в лице Бжезинского. Поэтому мы на ней остановимся немножко подробнее. Очень интересную вещь Бжезинский заявляет в этой книге сразу же. «Американское общество», пишет он, «стимулирует развитие таких глобальных социальных тенденций, которые подвергают эрозии традиционный государственный интерес». И он говорит об этом с плюсом. Забегая вперед, отмечу, что в последней книге, которая вышла в 2012 году, он будет говорить об этой тенденции с минусом, потому что она касается самих Соединенных Штатов. Далее, в работе «Выбор» он очень откровенно говорит о том, какое значение имеет разрушение Советского Союза и слабая Россия для Запада. Он пишет, «Сделанный Россией выбор предоставил Западу стратегический шанс. Он создал предпосылки для прогрессирующей геополитической экспансии западного сообщества все дальше и дальше вглубь Евразии. Расширение уз между Западом и Россией открыло для проникновения Запада и в первую очередь Америки в некогда заповедную зону российского ближнего зарубежья». Вот это очень важный момент. Он фиксирует важные изменения, которые произошли в конце XX века. Если отбросить социально-экономическую тематику и остановиться на уровне геополитики, то действительно разрушение Советского Союза впервые создало возможность для англосаксов проникнуть туда, в ту зону, о которой в течение, ну скажем, периода после 1929-30 годов они и мечтать не могли проникнуть. Большая игра, которую вела Великобритания против России, закончилась в начале XX века, британцы не выиграли. Ну а американцы начали участвовать в этой игре позже, и в течение XX века геополитическая целостность Советский Союз не допускала их в Евразию. Теперь мы знаем, что американцы в Евразии, более того, они в подбрюшье России, в Центральной Азии. Продолжение следует...